Возобновляем наш сеанс медитации, который мы, как посетители с Димой и Light of Heaven, чтим и уважаем. У нас тут есть человек, который готов отрабатывать по полной программе, как это было понятно по предмачевой и послемачевой первой карты. Правда, Никита сейчас есть ощущение, что к нам на этом сеансе может уже и присоединиться, и нам поработать с вами, Дмитрий, придется. Такая вот печальная ситуация. Поэтому и поанализировать, и пообщаться, и все вот это вот, все, как мы с вами любим и умеем. Вы как, настроены? Конечно, Дмитрий. Вам нужно задать любой вопрос. Любой? Ну давайте, любой вопрос. Где находится Атлантида? Там же, где и большинство СНГ-команд. На севере? Я не знаю, кстати. Сложные вопросы задаете, Дмитрий. В Атлантическом океане? Ну да, вот Никит правильно ответил. Давайте подойте, ребят. Подойте. Хватит. Давай, все, хорошо. Возобновляем сеанс, получается. Ты за кадром предлагал другой вариант для Russian Drill Death Profit на центр поставить, да? На троечку кого-то другого дать? Ну да, можно. Там для Тайды хорошая игра была, его же не банили. Пижон круто на Тайде играет. Мне казалось, что они так захотят. Может быть, просто Depressed Kid сказал, что я не буду на ДП, давайте лучше я на своем, на шторме что-то попробую, что-то сделаю. Тут игра, я бы не сказал, что была в одну калитку, вот с точки зрения, может быть, зрителя так казалось, вот, но с точки зрения игроков, которые играли, там, мне кажется, постоянное напряжение было, потому что вот чуть-чуть бы лучше Russian Drill сделали, совершенно все иначе бы получалось. И то же самое касается имперцев. Если бы там Бомбадил чуть хуже, там, где-то кнопки нажимал. Если бы тренд на полсантиметра поближе к Энигме был. Да, вот это вот все, там, чуть получше решения бы принимались, и, может быть, по макро чуть получше бы играли, потому что, ну, очень, мне кажется, много ошибок в макро от Russian Drill было. Все могло бы быть совершенно иначе, и мы бы посмотрели сейчас на вторую карту под другим углом, поскольку Empire нужно было бы отыгрываться. Вот, но этого не произошло, имеем, что имеем, и вот, пожалуйста, драфты на наших экранах. Вот вы, как компетентные дотеры, расскажите мне, я уже видел игру, в которой был алхимик Леон, и там в Race King какой-то условный алхимик этот, как нынче принято, зарашил аганим, и отдал его в Race King, в игре, в которой в теории в Race King мог и обойтись без него. Нет прикола отдать этот аганим Леону? Не будет это сверхсильно на том таймере, на котором он получил? На фазе Black King Bar он бесполезен. Да, самое важное, самое важное, это мидгейм, когда, вот, 20-е минутки, БКБ, ЧК одна, вторая, Коррент прожимает БКБ и начинает меситься. Вот на этой фазе Леон, он просто зритель, он может вырубить какого-то саппорта, но в приоритете убить алхимика, тролля, фантомку, кого угодно, поэтому попозже можно. Мне кажется просто, что нельзя рассматривать аганим, который дарит алхимик, только с точки зрения скилла, который он усиливает, потому что он статы еще должен дарить, если я правильно понял. Нормальный, не, серьезно, много таких моментов, в которых я сомневаюсь, но, опять-таки, Никита Дахак-Кузьмин, мы с ним спорили. Он мой ментор, да? Не, ну как, он порой там ко мне на стримы заходит, я там к нему, на стримы, ну, там такое. Это что, получается, Никита Форс-Котков игрок команды «Прости, если»? Нет, почему, не, ни в коем случае. Я болельщик и искренний фанат всего лишь. Вот, ну, короче, да. Может быть, конкретно с точки зрения скилла и на Леоне было бы полезней, вот, потому что там у Леона большая проблема, что у него кулдаун ульты очень большой. А на Рейс Кинге, ну, типа, дал аганим. Во-первых, у нее реинкарнация очень долго кэдэшится, в принципе, ты не так часто ее используешь, там, на 15-й минуте тебя аганим запулили, ну, классно, у тебя кэдэ реинкарнации 2 минуты. Это особо не визабельно. И то, что эта ульта дает, оно не так круто именно на тех таймингах, когда ты получаешь аганим. Это круто на 50-й минуте, когда тебя в какого-то саппорта там влетели, с Абисфл Блэйдом убили, а ты еще живой, и еще какие-то скиллы раскастовал, и потом со спокойной, как бы, совестью в зрительский зал отправляешься и смотришь там, что у тебя команда делает на поле боя. А на старте это не очень круто. Но, тем не менее, наиболее популярными персонажами на кэри-ролль с алхимиком остаются Манки Кинг, да, потому что для него аганим очень круто. Ну, может, не знаю, Трой может какой-то, Трой, Джаггер, может, Джаггер. Ну, мне кажется, Манки Кинг самое прям, вот тут, порядка, лучше нет. Вот комбинация Алхимик-Тройка-МК-Кэрри, это прям очень круто. Или МК-Мит, может. У нас любят в основном именно с Фрэйс Кингом в паре. Имперцы именно. Да все. Ну, на турнире вот тема с алхимиком, который дарит кому-то аганима, она вот, если есть возможность брать Фрэйс Кинга, под него все берут Фрэйс Кинга. Ну, не все, но нас некоторые вообще алхимика не берут. Тоже правда. Во второй-третьей стадии, поэтому статины. Ну, да, алхимик такой своеобразный персонаж. Не все умеют его правильно есть, скажем так. Рашн Дрилл решили сами Манки Кинга забрать. Вот какие вообще его варианты у имперцев остаются под этого алхимика? Может, они вообще его на кэри захотят отправить, почему нет? Как бы алхимик на кэри тоже норм. А им приятно флексить. Ну, да. Им очень приятно, когда ты его ставишь на кэри, у тебя, допустим, 4 героя с хорошими аганимами. Не такими, как у МК, да, но тоже норм. Следовательно, он просто фармит 6-5 частотов очень быстро, одевает себя, потом одевает всех своих и получается такой супер мощный лейт, где у тебя большой нетверс, у тебя вся команда сильная, а не только один герой. Так и есть. Так, получается, у нас два саппорта есть уже. Что по Тайтхантеру? Тайтхантер, Тимбер в бане, Тайтхантер есть. Вот Тайтхантер не хочет в сложную к МК идти. Не-не-не, для Рашн Дрилл. Да, а имперцев Тайтхантер не хочет идти в сложную, ему там быстренько объяснят, поэтому берем что-нибудь такое, что может убежать от МК, таск более-менее. Я согласен. Вообще, лучше было бы взять Тузка, например, и что-то рейнджовенькое такое, например, пака какого-то. Я думаю, Ленчик пойдет уже с ним. Ленчик у нас почти всегда на четверке бегает. Ну, если мы про сложные говорим. Тут может вообще как угодно получиться. Может, может быть раз... Может, алхимик тройка и Ленчик. Может, да, но алхимик, по секрету, он тоже не очень хочет в сложную к МК идти. Вообще, я не знаю, когда весь МК, никто не хочет идти в сложную. Мне кажется, единственный, кто хочет идти в сложную к МК, это какой-то стрелок, вот... Пак. Да. Или там, не знаю, Нигма на тройке, ну, хотя ей тоже... Какой-нибудь там Виномансер, может, которого никто не пикает, но Виномансер... А Виномансер помнит, по-моему, только Ашеры. Да. Каждый раз, когда берут Турсу, у них бан Виномансера такие, флешбеки вьетнамские у их хора. Есть такое. Марсом решили поиграть. Ну, нормально. Две арены. Две арены, получается. И еще остается у нас четыре баны. Сейчас посмотрим, что имперцы возьмут, там будет примерно понятно, что происходит. Хотя они опять-таки могут взять... Если они возьмут Пака, они могут его и на мид, допустим, отправить, дать его Бомбадилу. Гибкий опция получит. Да. Тут прям, если ты пикаешь Пака прямо сейчас, ты вообще практически ничего не показываешь. Ну, кроме того, что Леон и Туск, это два саппорта, 99%, остальное все неясно. Это разор. Разор. Может быть, разор тройка к ста. Очень много флекса имперцев. Да, очень неплохо. А чем сейчас его здесь появление? И он может МК затыкать сложно. Он может на тройку пойти, и МК будет тяжело стоять, сделать так, что для МК будет линия такая неприятная. То есть хороший пик получается. Да, он может пойти и с Леоном, и с Таском. У них еще разные варианты. Тут можно вообще флексить как угодно. Поэтому разор крутой. Да, да. Главное, чтобы была фиксация. А, да погоди, это же Сейлор у них на тройку. Так это все, это тройка разор, 100%. Это же Сейлор на тройку. Короночка, короночка. Так и до Лондроиды недалеко. Бан Морфа, видимо, думают, что остался герой для Депресткида, это его сигнатурка, одна из Морф. Но тут, возможно, Russian Drill придется МК на центр ставить и добирать какого-то кэри хорошего. Сейчас посмотрим на баны. К слову, идея хорошая. Да, вот у нас был игрок на этом турнире очень такой гибкий, Суприм. Вот когда видно было, что МК идут душить прям так плотно там каким-то разором или еще кем-то, они его просто прятали в мид. Он в миде прекрасно стоит против большинства коров, там, на самом деле, мало кто его душит, прям так четко. И они брали на легкую линию, допустим, какого-то вивера, который просто убегал от разора, а потом он на шокучах там туда-сюда, туда-сюда, легенькое. Вот здесь, конечно же, вивер не очень хороший, потому что станов многовато, но что-нибудь такое рейнджовое всегда приветствуется. Может, вообще захотят террар-блейды взять под Хускара, постоять 4 минуты и забыть потом про эту линию. Это первый заповедь ТБ, постоял 4 минуты и влез. Кстати, работает. Да, только... Мало что сделать. Только надо быть уверенным в том, что у тебя сложная линия будет выиграна, потому что, ну, ТБ банят, естественно. Ну, да-да-да. И банят ВСа. А почему банят ВСа? Непонятно. Если МК хотят мид, значит, МК мид не хотят. Короче, я не знаю тогда, что баном-баном какие-то такие... Может... Пак — это идеальный бан. Вот, 100%. Был бы. Вот. Сейчас посмотрим на последнего героя команды Empire. Что-нибудь, может, придумаем? Все еще пока непонятно, да, на какую роль сейчас добирать будут. Ну, я думаю, на мид они будут добирать героя. Ну, любой мидер с возможностью к эскейпу. Опять-таки... Любой эскейп против Марса и МК... Опять-таки, КВАПа тут неплохо смотрит. То есть ты можешь выпрыгнуть из арены, ну, как, допустим, Шторм, ты можешь выпрыгнуть из арены МК. То есть, в принципе, можешь убежать. И что немаловажно, ты можешь захантить Оракла. То есть, если вот в данном случае Шторм и любой плюс один охотят Ораклу, то и тысячная. Что, может, антимага? Экзотик, опять-таки антимага посмотреть. Никита дерзкий. Ну, сможешь нажимать контур-спелл в статике клинка? Простоишь линию? Не сможешь, не простоишь. Ну, блин, не знаю, антимаг, он против кэри-алхимика, он неплох. Против... Ну, там, против Леона там надо хорошо просто играть, надо, чтобы темп был... Оттаска упрыгивает. Оттаска упрыгивает, Шторма типа подкантривает. Просто страшно очень. Просто раз в душу. Что-то такое, да. Слишком сильно мы ушли не прыгать. Если был какой-то милишник, я бы сказал, ну, можно было бы зайти. А так, я думаю, что, ну, ему опасненько туда идти. Не у всех антимагов хватит духа, чтобы прям закатиться на легкую и контур-спеллажать. У меня варианта два. Так, тролля мы не берем в Разора. Это первое, значит. Фантом Лансер, чем там вообще Лайтлесс играет? Фантом Лансером он играет, Фантомка Разором контрится. Блин, так, кстати говоря, ничего такого прям стопроцентно хорошего. Потому что так и не придумаешь. И то, что осталось, оно в лес не может свалить. Поэтому линию проявлять нельзя. Нага Сирена. Может в лес свалить. И зонить нормально может. Иллюзиями. Это Лина. То есть это МК на легкую. МК будет биться. Ну, ладно. Удачи ему. Собственно, опять. Он им порадовается? Не, ну, не помешает точно. Никому еще не было хуже. Это небольшое везение. В этот раз у нас мидеры поменялись местами. Лина вроде как чуть сильнее Шторма. Вот. Если Депрест Кит сможет сыграть так же хорошо, как Бомбадил на предыдущей карте на Квапе. В этом матчапе. То все может быть у Рашендрилл хорошо. В общем, им гарантированно надо выиграть сложную линию Рашендрилл. Сто процентов. Прямо без вариантов. Она должна быть выиграна. Там должно быть много у Марса и много у Шамана. Чтобы потом как-то Манки Кинг, может быть, покинул на пятом левеле Розора линию. Пошел куда-нибудь в топ с катапультой играть. Что-то кого-то может быть убивать. Может, они, кстати говоря, изначально свапнутся как-нибудь. Поставят МК к алхимику. Сейчас, короче, посмотрим. Не знаю. Я, если на предыдущей карте готов был отдать за Рашендрилл свой голос. Из-за того, как они пикнули. Здесь, мне кажется, на равных. Вот. И сложно сказать. Но я бы посмотрел три карты, если честно. Дим, хуже, лучше, Дрилл на драфтеле? Ну, чуть лучше. Чуточку. Чуточку. Что ж, друзья, не забывайте, что наши партнеры по рематч вот уже в преддверии, по сути, гранд-финала третьего сезона Эпик Лиги разыгрывают 9700 долларов. И часть этого призового фонда вы можете выиграть. А как, узнаете на сайте esports.pm. По этой ссылке вы можете перейти, кликнув на баннере. Кликнув по баннеру, который находится в описании трансляции. А мы, в свою очередь, готовы смотреть вторую карту. Может быть, сейчас определится, покинет команда Рашендрилл турнир или все же нет. Узнаем, узнаем. Появляется Лина на позиции мид. Классно. Лина, во-первых, против шторма стоит замечательно. Во-вторых, от Рейзера не страдает, потому что дистанцию... Да даже если представим, что Рейзер в мид идет, Лина прекрасно заходит. Есть пул героев, которые против Рейзера стоят и не боятся. Да и, в принципе, много магического урона. Контроль есть тоже. Неплохое решение. Может, по карте погонять противников, какие-то экшены навести тоже. Вот это исполнение. Вот знаешь, сейчас, извини. По драфтам смотришь, вроде бы и здесь может быть хороший выход, и здесь может быть. Но зависит от того, как исполнят реально, мне кажется, сейчас. Я бы вообще 50 на 50 был. Почти каждая игра зависит, в общем, как исполнят. И предыдущей карты, как сказала Force, в общем-то, не было такого, что какой-то разгрому наблюдали. Нет, разгрома не было. И там игра шла до последних минут, до вот этого Рошана, до момента, будет Black Hole, не будет Black Hole. Будет ли он сбит, не будет сбит. Поэтому сказать, что одна команда на порядок сильнее другой, честно говоря, язык у меня не поворачивается. И здесь вот этот фактор алхимика. Герои, которые... Есть пул героев, которые меняют доту, абсолютную игру. Которую, там, Течис, какой-нибудь Тинкер. Алхимик, Брудаут, который совершенно по-другому игру строит. Тебе нужно по-другому играть. Хотя алхимик, который имеет, там, пик не на 40-го минуте, как большинство керри, а на минуте 25-30 он уже идет с базовыми слотами и начинает ломать. Тебе все. И тут вопрос, как они с алхимиком сейчас работают, смогут ли они его остановить. Ну, мы видели алхимика кор-позиции керри на Трамзеса. И там что-то его прям жестко очень загнобили. Сейчас, мне кажется, его больше даже в тройку пикали на этом турнире. Вот вся эта история с аганимами, с передачей, и аганимы, и статов, и все. Ну, видишь, здесь с тройкой непонятно было. Возможно, ты, когда на ФП берешь героя, любого почти, ты можешь поставить ему на удобную позицию. Там с ДП какой-то мы видим. Можно и тройкой-пятеркой сделать. Мы даже гирокоптеры видим сейчас время от времени. И, кстати говоря, на позиции саппорта, я думаю, мы будем видеть его все чаще и чаще. Здесь алхимик тоже самое. Взяли как потенциал тройки. Но там столько героев забанили. Манки Кинга взяли. По-моему, вот из такого очевидного, только Рикки оставался, который с аганимом и с Баттлфьюри. Да, он классно смотрится на 20-й минуте. Ну, МК не было, да, в Рисхинга не было. И уже как-то не хотелось. Ну, ладно, окей. Я думаю, найдут, кому дать потом аганим, если что. Ну, в смысле, окей, другая история. Флексовый пик у Империи, действительно. Там можно было и Разора в МИД как-то поставить, и Алхимика тоже, или 3, или 1. Достаточно, мне кажется, на этом они неплохо должны. За счет этого они должны неплохо выступить. И Разор, опять же, под Разора тоже не всех хочется брать. У меня как-то история была, офигенная история из матчмейкинга, что Манки Кинг сейчас, видите, как курьеров все хитро на базе отводят, чтобы они как можно быстрее пришли. И, например, у Дайр, эти курьеров, можно сейчас подойти Манки Кингам и убить. И у меня так товарищ один бегал, он реально убивал. Ты подходишь к Манки Кингам, и курьеры убиваются. Это классный буст по золоту, ты противника забираешь, возможность привезти первый реген. Но здесь Манки Кинг, ясное дело, никуда не побежал. Но такая фишка есть, можете использовать, потому что сейчас везде, на любом ММРе, и здесь, в общем-то, курьеров отводят поближе к себе. Я тоже такое был, я вот сейчас вспомнил, когда начал про это рассказывать. Так, ну что, ничего интересного в начале, хотя потенциал был и у тех, и у других. Там Леон один, чего стоит, и Тусик. Ну, в итоге, скорее, Russian Drill сыграли аккуратно, но Лина на миде. Всегда проблема, тяжело против твоего героя стоять. Идет спам, идет мощный урон руками, с оптимальной дистанцией Лина еще под пассивкой разгоняется. Ошибаться нельзя по перемещениям саппортов. Ну, Шаман, Шаман, он, в общем, будет всю игру мешать Шторму играть. Одна ошибка, все, ты не можешь ничего сделать, никакого подсейва толком, кроме Туска. Ну, Туску тоже надо подойти. То есть, даже Блэкинг Бар не дает гарантии, что Шторм переживет несколько станов. Да, определенно. Здесь сразу через 10 спрейс Малинай играет. Я, кстати, думал, что это будет Леон на 4. Ну, видишь, у нас есть Тускар. Так, контроль от ранжевого крипа. Вильхиор. Ой, ну, Мэк Нарт очень сильно просел. Да, все за крипов. Битва была. Ну, Шаманам тяжело вообще размениваться. Леон и Шаман вообще сейчас герои такие похожи. Сначала Шамана вспомнили, вот сейчас недавно вспомнили Леона. Ну, потому что есть контроль. У Шамана, правда, видите, есть вариант хороший пушить. Леон вообще не пушит ни разу. Но и у Шамана при этом урона вначале. Там, 77, по-моему, единицы. Так, выход он здесь на Леона, кажется, сейчас что-то будет. Спрей. Можно подраться под спреем. Хороший подкоп. И Вильхиора можно убить. Ах, выходит со спрей. Вильхиор очень быстрый. Нажимает. Он с потеньком, по всей видимости, слишком быстро передвигается. Да, быстро набежал. Это и позволяет ему. Ну, да. Четвертая позиция Шамана. Неудивительно, что он ходит, разменивается. Было опасно. Ресурсы имперцы почти не потратили в этом моменте. Оп, еще ранж крип. Так, а в миде у нас что? В миде у нас плюс-минус все ровно. По крипам, по крайней мере. Посмотрим сейчас, как дальше. Ну, смотрю на статиклинг. Пока манки кинг терпит. Но это пока. Это пока первый статиклинг. Хотя тоже мы видим, да. Минус 34 и плюс 34 рейзора идет. Это, конечно, ощутимо. Но это пока еще цветочки. Дальше будет намного хуже. Ну, вот здесь только, я думаю, наличие урокла как-то успокаивает меня в помощь Манки Кингу против статиклинга вот этого. А так, даже не знаю, тяжело было бы спасаться. Ну, плюс еще есть Тускар тоже. Он может какие-то шарды поставить. Знаешь, ты стоишь все это время, с тебя насасывают урон. Ты в шардах. Мне очень приятно как-то обходить, оббегать. Дополнительный урон будет давать все время. Ну, мы видим, Лина просто стоит, спамит, постоянно первой способностью. Да и с руки так уже на блок пробивает в Манки Кингу. Летит, летит, летит. И Шторм вынужден реген себе довозить какой-то. Но за счет того, что Лина толкает Линю, Шторм как-то под тавром должен фармить. Есть у него. О, хороший стан. Оранжа Занонайт. Прекрасно. Классно сыгранно. Но Лина без ресурсов. Нужно дожидаться Боттл. А Боттл еще не скоро еще. Пока он купит, пока он довезет. Секунд 30, в общем. Так, здесь блок спауна происходит. А, нет, он не достает же. Нет, он был, я имею в виду, что телами площадь. А, раз этот, да. Этот вард как раз таки, он стоит, чтобы вард отсюда убрать. Заранее. Так. Кнарт у нас здесь спокойно. Там что, отводик будет сейчас, походу? Да, повел крипов на маленький. Это прекрасно, видит Russian Drill. Сейчас переместятся. Крипов можно здесь есть. Перевести всю эту пачку в удобную точку. Ну, посмотрим пока. Пока Вильхиор просто бьет нейтралов. Какие-то денежки зарабатывает. Ну да, эти крипов поведет. Посмотрим, куда. Экнарт. Пока на драйм первой ничего страшного нет. Только что замедление. Не более того. Ох, один рейндж уходит в другую сторону. Три милишных побежали за Вильхиором. И сейчас можно возле Т1 побегать, покружиться. Опа. Слушай, помогают крипочки. Ну, я думаю, уйдет. Нормально, все. Новая пачка подошла. Шамай сейчас сапогом ему хорошо, комфортно. Сейчас вот этими всеми делами заниматься. Водить крипов туда-сюда. Под четвертой руном смотрим. Есть у нас выход от Тусика, но он как-то, не торопясь, так идет туда. Чисто рандом. Чисто рандом сейчас. Раньше все эти перемещения не имели смысла. Сейчас такое ощущение, что просто кому повезет. Кому повезет. Повезло Штарму. Шторм уже с ботлом. И для Лины это неприятная новость. Ближайшие 50 секунд придется стоять без зарядов. Соответственно, и по спаме не получится. Нормально так насосали. Да, это может быть ферсблат. Ферсблат имеется. Убивает Оракла. Плюс 63 урона. 60 номинальное значение. Очень больно. Ну и, конечно, все это по Тускам, разумеется. По тегтимам. И если с Манки Кинга еще убить не получалось, Оракла в легкую. Очень приятно. Ты даешь тегтим, ты даешь статиклинг и все. И пошел настреливать в спину, наносить урон. Действительно тяжело убежать. Да, убежать и правда нереально. Прилетело. Ну если только Оракл не откинется, как-то не зарутит. Но это тоже не всегда получается. Есть у нас статиклинг по Манки Кингу. Много урона про Сейлор. Вот ходит и добивает его Оракл. Да, это второй Парифан и Флэймс. Саппорт Оракл. Он нередко в начале много ассистов или фрагов имеет. Слишком много урона, слишком маленький кулдаун. Это Парифан и Флэймс. Связка от Велихиора. Велихиор под Преем. Копье есть на урона. Пока маловато. Один Марс лишь бьет. Экнард. Феррик нажимает. Велихиор просто пытается убежать. Экнард копает. Прячется по таворам. И крипы. Крипы тут не позволяют уже никак Велихиору скрыться. Фраг для Алхимика. И получает он опыт. Зато всего 136 монет за него отдали. В принципе, не так уж много. Сейчас Алхимика одну пачку зафармит, получит больше с этого. Так, стаки есть у нас или нет? Да, я сомневаюсь, что у саппортов вообще есть время тут стакать. Мы видим, какие активные линии тут не успевают саппорты переместиться. На четвертой минуте было небольшое окно и все. Дальше фармежка. На центре Абуз Ботла. Велихиор пришел помочь. Депресткиду. Ну и Лином останавливается. Ну или перекладывает. Обмазали Депресткида. Кларитос активировал. Есть Лагуна. Если Шторм с Рейндропом, то урона с прокаста от Лины не хватит. Ну и Рейндроп здесь очень логично купить. Как раз, чтобы подстану вот такие обидные не подставляться. Шаман очень много проблем с опытом. Уровня вообще никакого нет. Но с другой стороны, посмотрите, какой у Марса уровень. Шестой. Шестой. Это мощно. Это уже арена. На седьмой минуте. Уже можно пробовать. Даже Шаманом уровне 2 уже можно пробовать убивать Алхимика. Который еще без ульты. Пробивает нас достаточно неплохо. Так Манки Кинга мы видим. Но отхиливается он палкой. Нет, молодец. Очень достойно держится на этой линии. Мне кажется, тут реально на скелле знаешь кто кого. В принципе, в обе стороны работает. Связка. Улетает Шторм. Дарнин Дропы есть. Ну все. С Рейндропами все будет под контролем. Если уж прям совсем не ошибется. Или если не придет какой-нибудь герой повеселее, типа шамана, который начнет душить. От которого уже не уйдешь. Позаметили, но он у Бодиноуса, который этот вар доставил. Должен, блин, увидеть его на варде имперте. Марс далеко заходит. Здесь насасывает из него маны кнарку. Так хочется реализовать. Ранний ультимейт. Ну что-то вот не получается. Ну окей, много крипов. Арена. Тут же подкоп. Связка. Будет копье на Алхимика. И Алхимика должны убить. Убить? Не надо его. Да. Убили. Параллельно была битва Рейзера и Манки Кинга. Манки Кинг погиб. Рейзер уходит. На полном здоровье. Вот оно и вот, как говорится. Ничего. Ничего страшного и ничего странного, что Манки Кинг одно время от времени убивают. Для него это тяжелая линия. И игра тяжелая будет. Надо будет постоянно отпрыгивать. Ну и видим, что Шторм. Тоже не сказать, что чувствует себя на этой карте идеально. Нет. Но это все на аналитике сказали, что здесь игра будет тяжелее, чем на предыдущей Заквапум. Ну, в прошлом он вообще как-то очень жестко задоминировал. Он даблкил... О, даблкил два соло килла оформил. И, в принципе, чувствовал себя крайне хорошо. Сейчас мы видим обратную ситуацию. Можно камбэкнуть, надо сейчас играть. По игре. Тут Шторм по игре хорош, потому что ты не боишься арены Манки Кинга, ты не боишься арены Марса. В этом и идея, что ты будешь выпрыгивать. Там можно было какого-то из Спирита взять. Вот Спирита забанили. Забанили, да. Далее там Спирита. Опа. Есть выход у нас на аналитике. Ультимаита нет. Ну, тут два телепорта, связка. Великер понимает, что пора отсюда бежать. Ну, он уже не убежит, походу, отсюда. Ничего. Ничего. Много телепортов. Все, да, три героя на топе оказалось. Управляет алхимику фраг. Опа. Атака на Лину. Лина. Нет кнопок. Лина. Есть фарики, есть стики. Над этим и можно сыграть. Магуна. Рейндроп. Рейндроп. И не хватает маны. Рейндроп решает эту линию. Только за счет рейндропа спасается. Бомбардил. Связка. На Рейзера отходит. Он уже на оптимальное расстояние. И меняются линиями. Манки Кинг уходит на топ. Где, конечно, против алхимика можно повеселее стоять. Но с другой стороны алхимик тоже не будет стоять на линии вечно. Совсем скоро ему можно будет уходить в лес. Игра через Battle Fury. Может быть, стоило с самого начала поставить такие линии? Так, есть у нас сеточка от Вильхиора. Но никого нет. Хватит ли ему? Да, я думаю, что может и хватить. Но замахнуться тяжело. Ночь на дворе. Бижена никакого нет. Но все, уже фейрик. Уже фейрик. Удар. Рейндроп. Рейндроп. Да, боюсь, что даже если бы видел. Рейндроп съедает весь урон. У нас есть там контр-инициация на Вильхиора. Даже не жалеет на это дело все ультура зоны. А может, нейтралы убьют? Не получилось. Я хотел сказать, может быть, действительно стоило Манки Кинга изначально поставить в сложную линию? Мне кажется, он мог бы там даже больше вылезти против алхимика. Мне кажется, ему было бы вполне комфортно. Как ты считаешь? Ну, вообще да. Ну, или если бы до кабы, но по идее, да? По такому противостоянию. Да, потому что на легкой линии тяжело. Будут пытаться камбэкать Лайтлесс. Не будут играть через какой-то там Баттлфюри. Будут покупать себе побыстрее молнии. Но Алхимик пока к комфортному сценарию. Это не идеальная игра, но у Алхимика будут хорошие тайминги Баттлфюри. Навряд. Ну, ему там пытались какое-то время мешать, но команда подсейвала, помогла. А сейчас вот мы уже видим, он фармит спокойный лес, атаке. Думаю, да, вполне хороший тайминговый будет БФ. Там уже он разгонится, и Манки Кингу крайне тяжело будет его перефармить. Вообще всем персонажам тяжело перефармить Алхимика, а Манки Кинга тоже не самый фармящий. Конечно, с молниями это быстрее будет, но нужен какой-то план Б. Тут, я думаю, хорошо выгодно выглядит Лина, которая в теории может выйти потом в какой-то ДПС. Ну, физически имеется в виду переодеться, переобуться. Потому что бывают такие ситуации, когда, ну, вроде расчет идет на керри. Получается в итоге, что нет какого-то плана Б, да, второго ДПСера, который мог бы достаточно урона внести. Вот здесь, я думаю, Лина может с этим справиться. Опа, смок развеян. Саюша увидели. Боятся, боятся. Непонятно, сколько героев, а там Лион оказывается рядом шарды. И плохо. Второй полетел. Лина, надо как-то помогать. Стан. Лина станет, но тут Сноубол и Шамана убили. Вот только хотел сказать, что пока то, что мне не нравится, нет варда в листу. Алхимик в армит, его даже не видно. Смотри, какой БФ тайминговый. Ну, в смысле, даже овертайминговый. Чего ж телепорта Оракол не нажал? Он все классно сделал. Файдс Эдик дал дизарм. Что ж, не нажал ТП. По-моему, вполне вероятно, что хватило ему времени уйти. Ну, ладно. Да, да, просто Алхимика не контролили. Он ушел в лес. Он сделал знаки сам себе. 10 минут БФ. И купил БФ. На линии там перефарм был незначительно по сравнению. Ну, с Линой будем сравнивать. Окей. Манкикинг прям совсем грустно. Кстати, и Шторм грустно. 4 тысячи. Шторму, как и понимаю, проблемы ему негде фармить. Алхимика выфармливает вообще все кемпы. И у тебя остается чуть ли не один треугольник. А в треугольнике ты там два кемпа фармишь. А я начну фармить не можешь. И Шторм не может камбэкнуть пока в эту игру. Но, с другой стороны, у нас есть Лина. Большая. Которая ничего не делает. Утой, которая кеда 0-0-0. Хотя, казалось бы, Лина, да, герой, которому даже Юл не нужно. Достаточно просто там попасть станом. Задуть лагуну, дать. Если плюс один минимальный будет. Типа Оракла. Который с третьим по рефармин флеймсу. Это очень много урона. И смотрим. Это Шторм. Шторм. А, не повезло. Не повезло. Ай-яй-яй. Ну, и волшебство еще и снизу. Да. Элементарное невезение. Живет Шторм. Идея была хорошая. Так, у Шторма уже сейчас нет рейндропов. Так, на всякий случай. Потому что они ему два раза уже жизнь спасли в этой катке. Лина выдавала в него лагуну. И тут на Шторма. Но Шторм стоит на возвышенности, видишь. И он все видит. Он все увидел. Вардик поставили, Рашин Дрилл. Шторм будет фармить еще дальше от своей башни. Алхимик ушел на треугольник. Вот. Это хорошо. На треугольнике стоит. У нас зато появляется вот что важное. Я думаю, сейчас он попытается его реализовать. Влететь как-то в Экнарта. Крипы дают вижен ему. Рейзер далековато стоит. Он не сможет поставить. Так, есть арена. Пригвоздили Леона. И здесь уже вопрос пары тычек. Забирают Экнарту. К сожалению, этого мало. Это вообще ничто. Я могу забрать Тауэр. Я даже не сказал, что этот фраг прям в какой-то плюс уходит. Слишком много в это время алхимиков. Он получает четкую информацию, что тебя никто сейчас не убьет. Никто к тебе не прилетит, и ты можешь фармить свободно. Это жертвоприношение. Если там был один Марс, ну максимум окей какой-нибудь. Шамай еще. Тогда да. А тут вся команда вышла, кроме Манки Кинга. А Манки Кинга ты не боишься в данную секунду? Ой, алхимик слишком опасен. Смотри, какой большой алхимик. У него уже Сэндж есть. Сейчас как-то в ВКБ будет какой-то выход. Может быть. Ну, это просто жестко. Да, вчетвером. Потеряли время. Но... Не знаю. Да, очень. Знаешь, как жертвоприношение. Ты реально отдаешь саппорта раз там в пару-тройку минут. Но за это время ты выфармливаешь гораздо больше. Потратили Змейки. Russian Drill на Медовый Тауэр. Пора его забирать. Марс срывается. Дает копье в Леона опять же. Бомбадил. Перехватывает. Подтягивает его к себе. Ну, опасно, опасно. Там Манки Кинг уже аренду. Уже Тауэр допадывает. Да, да. Допадывает, боже мой, Иван. Добили уже Тауэр. Спокойно под Змейками. И забрали Леона. В принципе, это неплохо было. Это хорошо, да. Это центральная башня. Много важнее. Это точка для контроля карты. Да, да. Савюш забрал. Без проблем уходит. Медальку себе купил. Опа. Атака. Еще одна. Копье. Но это не Леон. Далеко, далеко улетел. Да, еще он с копьем. Туда как-то тяжело было пробраться сквозь деревья. И команда стояла в спине. Не рискнули. Но есть арена, кстати. Сейчас уже откатывается Блинг. Может быть, действительно что-то придумать. Хотя, ну, нужно активнее играть, как я понимаю, Russian Drill. Потому что Алхимик не дремлет. Алхимик все это время фармит. Да, но... Плюс у тебя есть Шамайч, у тебя есть Лина, которая уже с руки будет неплохо достаточно стреливать по товарам. Такое. Тут такой неприятный момент, что Алхимик, он пока единственный, который прям реально богат. Шторм беден. Рейзер беден. И только на одного Алхимика сейчас получается играть. Хотя тут беден-небеден, а уж Тормап появляется Оркид. И понятно. Идея драки, ты врываешься в Оракла. Тебе другие цели неинтересны. Сейчас врывается у нас Марса. Есть у нас Сноубол. Так. Засасывает из него... Боже мой. Сколько всего прилетает в Рейзер. Рейзера убили. Алхимик откидывается банкой. Шторм пока в Юлах отдыхает. Остался в окружении троих. Минус маны. У Шторма ничего нет. Может, Экнар сейчас подкопает. Подкоп откатывается, может тревоет ждать. Ну, по двоим. Сойдет. Тоже неплохо. Пока бежать... О, тут пополнить бы руну. Взять руну не получится. Хорошо, станом попадает. Не дойдет. Ну, Шторм все делал правильно. Он сделал то же, что я и сказал. Он просто оборвался в эту ораку. Отдал орки. Того быстро убил. Ну, а там проблема была, что Шторм слишком много ресурсов на это отдал. Ну, и по урону мы видим, не густо прям. Алхимик еще не готов драться на 100%. Хочется купить БКБ. Блин, БКБ, Сэнш и плюс БФ. Тогда да, будет полноценная драка. Ну, молодцы. Рашен Дрилл молодцы. Все делают четко. Алхимик на Орде. Так. Вильхиор выходит. Понимаетливо. Кент. Но тут подсейф. Должен быть мгновенный союз. Сноубол на готове. Сноубол покатился один. Но главное, сбивают прокаст от Шамана. Ставится арена от Манки Кинга. Добивают Тузко. Неплохо. Для имперцев. Рашен Дрилл отдают очень много кнопок. Сбивают совершенно Тузко. Измеки отдали, которые можно было бы потратить сейчас на Т2. Крепы уже подошли. Опа. Но цель верная. Я не уверен, что урона хватит. Да и мана нет. В Тикке Лагуна появляется. Бежать. Одного удара не хватает. Такое чувство Алины. Да. Обидно. Обидно. Но ночь. Ночь на дворе. Ничего не видно. А Рейзер очень быстрый. Так. Бумвадил следующим артефактом собирается БКБ купить. Ну и по экономике у нас всего 2000 в пользу Империи. Посмотрим. Как алхимик. Так. Врыв Манки Кинга. Есть Сайленс. Есть Притяжка. Откидывается пал. Он не попал ультой. Если попал ультой, убил. Не дотянулся немножко. Урона вообще никакого не нанес. Бывает. Атака на алхимика. Алхимик под ультимейтом. Что там по таймингу мультимейтам? То есть сколько они рано ворвались. Лагуны все еще нет. Ультимейт действует долго. Но если они убьют, это будет чудо какое-то. Конечно, такого алхимика под ультимейтом, который работает еще миллиард лет. Невозможно. Фингер залетает в ультимейт Оракла. Фейтс Эдик он дал, по-моему, чуть позже. Сейчас солнышко-то не горит. Неужели выживет? Выживет. Да. Если ничего не холилюбниваешься. Там властка была активирована еще в придачу, которая работает в формате Х2. И, по-моему, даже ботлом еще отпевали этого Марса. И он живет. Но обидно потерять фингер с кулдауном под 160 секунд. Это ужасная новость. Потерять и ничего не приобрести взамен. Но они изначально, напомню, алхимика пытались спасти. Все дружно. Алхимик выжил. Ну, под ультой, мне кажется, его и так бы не пробили. Очень много. Лагуны не хватило. Да. А до лагуна все было проще. Ну, эти графики алхимика против любого керри, когда алхимик хорошо фармит. Трудно как-то оценивать. Объективно. Так, а что у нас у Манки Кинга там? Ну, по Нетворсу мы видим, а по артефактам... Молнии у него есть. Молнии есть, а что-то... Там дальше. Наверное, БКБ какой-нибудь будет, да? Опа, колба. Ультимайта алхимика включается только сейчас. Подходит Икнарт. Фингера нет. Хекс на Икнарта. Прыгает Лайтлесс. Палочку пока отменяет. Спейцедик подкоп от Леона. Очень плохой шторм разлетался. Сцепляет Оракла. Тут же Шторма поднимает. Фьюл урона от Алхимика просто безумное количество. Это Манки Кинга убивает, который не может поставить арену. Манки Кинга убили. Алхимика, конечно, жесткий шторм. Шторм. На Булайтинге полетел. Юл еще долго в откате. Есть Стан. Стан попадает. Есть Убиста. Но уйдет и отсюда Лина. А за Юлит, если Рейзер сможет, тогда да, уходит. Там просто убежит подальше и нажмет Блинг Аут. Так, ну что Юл? И можно сейчас попытаться нажать Блинг. Стан по-двоему. Хорошо. Блинг Аут. И Алхимик себя взрывает. Лина без проблем уходит. Итого финала. 3 в 2 получается. Алхимик выживает. Но снова погибает Шторм. Шторм снова в минусе. Алхимик в плюсе. Лина также зарабатывает много золотишек. Алхимик вообще ничего не успел сделать за эту драгу. Посмотри, ноль урона. Просто попрыгал там по деревьям. Его быстро. Алхимик просто стер моментально. Что у нас у Смалин Найт и БКБ? Блинг. Да, эффективно. Врываться. Хотя... Так, поцепили у нас Азура. Но ресурсов нет. То есть не совсем понятно, как Алхимик собирается драться. Он без маны. Он ультимейт элементарно нажать не может. Пытается ручками бить. Манки кенкарена. Слушай, ну неплохо у него получается. Пробил он Шамайча. Ну... Шторм ворвался. Оркит может обьет. Смотрим. Ах, Рейндроп плюс Хэнаселф. Плюс Стики. И Оракл за счет этого выживает. Экнаарт пытается двардить копье. Просто откидывает подальше Экнаарта. Врывается. Лина нажимает лагуну. И Леона убивает мгновенно. Но Алхимик продолжает фармить. Преимущество имперцев минимальное. Все еще я вижу игру, где только Алхимик реально опасен. Все остальные герои так пока на потанцовке. Да, Шторм часто умирает. Урона от него немного. Рейзер бывает неплохо. И насасывает, и урон тоже выдает. Но действительно тяжело в таком окружении. Потому что Алхимик выфармливает все. Их немножечко подзажали уже. Им негде просто фармить. И все, что есть, достается Алхимику. Будет ли это профитно? Я не знаю, если честно. Шторму нужно, конечно, очень сильно БКБ. До него еще очень долго. С таким фармом, с таким количеством на карте. А что ему остается? Какие-то крохи со стола Алхимика. Так, выбивает пока нейтральные предметы у нас команды. Смоук активирован. На миде. Можно найти быстро Леона. Леон подопал. Тут же врыв на Леона. Тут же арена на Леона. Подходит Лина. Стан. Долго избивает этого Леона. Очень долго. Но никакой реакции от имперцев не будет. Для Штормспирита скорее это пространство на топе попармить. Потому что он долго стоял в лесу. Так, контролирует треугольник. Вот треугольник забрать, это было бы идеально для Russian Drill. Просто не позволить Алхимику здесь забирать деньги. А он здесь очень много. Берет. Да, но тогда вообще никакого фарма не останется. Алхимику деваться вообще будет некуда. Опять же, арена в Леона в одного. Рыб от Алхимика. Марс, фейс-эдикт, получает Оракла, пока никто не избивает. Поэтому надо убить Оракла. Оракл получает Сайленс. Оракл избивает параллельно Вельхиор. Вяжет здесь Рейзора. Рейзору наплевает. За Ораклом Погоня продолжается. Его убили. Неплохое начало для имперцев. Укупается Оракл. Алхимика грызается Лайтлесс. Успеет ли его убить до Оракла? Да. Успевает убить. Оракл выкупился. Но слишком далеко он был от драки даже после этого байбэка. Хотя это один стоит на миде. Да, он прилетел почти сразу. Слушай, как же Смаринайт уже нарезает. Ну, возможно, это из-за того, что у Манкикинга особо нет слотов. Но урон он носит уже очень приличный. Не, ну, на Творсу неудивительно. Ну, неудивительно, что Алхимик получает всю карту. Молодец Шторм. Несмотря на то, что Творс у него крайне низкий, он дает импакт. Он убивает одного героя, который может помешать. Самого главного, да. Самая главная цель, которая у него есть здесь, это Оракл. Подцепили у нас, подкинули станом Алхимика. Но я думаю, на этом все закончится. Разойдутся команды здесь. Да, сейчас пару минут. Появится ребра у Алхимика. Будет проблемно ручками его убивать. Хотя мы видим, что сейчас за дракой идет Алхимика. Не сказать, что пытается вообще... Сам пока только всех убивает. Там понятно, что Алхимик бьет, и ты пытаешься убивать других героев. И вроде даже получается там, что Леона, что Тузка, что Шторм Спирита. Слушай, Рейзер у нас приобрел Трувала. Я думаю, это как-то больше на сплит. Чтобы где-то в дальней точке карты получать каких-то крипов. А Алхимику предоставить лес целиком и полностью. Недалеко, на самом деле, ему остается до БКБ еще. С появлением БКБшка им, конечно, будет гораздо проще. Плюс 7 тысяч по золоту в пользу Империи. У нас 22-ая минута матча. Алхимик имеет 18 тысяч с половиной Нентворса. Это очень хорошо. Ну вот, я думаю, после Ребер, может быть, уже будет время тарить кому-то Аганима? Или... А нет, нет, нет. Такой Алхимик Аганиму боюсь покупать. Будет попозже. Там еще варианты... Ну, просто ему надо как-то помочь усилить команду. Нет, ему не надо никому помогать. Я боюсь, что он справится один. Или не боюсь. Не знаю. Убивают Манки Кинга. Убивают очень легко. Будет месть. Но это не так важно. Манки Кинг поценнее. Манки Кинг сейчас проседает. Рейзер уходит на базу. Алхимику тут еще можно. Эй, бестол. Можно прапать. Блинк. Можно купить шард. Получить зелье. Это тоже супер. Так, кстати, следующее. Так, там Змеечки на Тузко. Связка на Тузко. Подходит Алхимик. Будут драться в формате один против всех. Ну, тут ребята втроем оказываются. Алхимик, мне кажется, себя переоценивает. Здесь нельзя оставаться. Один против пятерых. Не уверен, что он в Губе везет эту катку. Союз. Билица. День на дворе. Слишком много вижена у противника. Копье. Алхимик все еще смотрит. Врывается. Врывается на Оракла. Оракл погибает. Он до этого выкупался. Хекс повесили на Рейзера. В погоне за Вильхиором, но уже Блокинг Вару Алхимика-то нет. Поэтому драться здесь не хочется. Хочется убегать. А, конечно же, Рашендрилл хотели бы здесь напасть. Но Рейзер с травлами. Слишком быстрый. Копье неточное. Кстати, Клинк. Ой-ой-ой. Слушай, как-то Март сейчас может приехать. Шторм летает. Булайт не горгит на Марса. Марса никто не спасет. Он остается здесь один. И враг для Рейзера. 171 урона. 171 единица урона Рейзер успел насосать за время. Это такой затяжной драки. Пока в Йоулах он полетал. Пока Шторм подцепил Марса. Ну, неплохо, неплохо. Не только растет преимущество имперцев. И по золоту. И вообще, мне кажется, по уверенности на карте. Алхимик уже вообще не боится. То есть он активно принимает участие в драках. Он в прошлой драке тоже залетел в Оракла. Выдал за банку просто за три удара. Убил его. Ну, имперцы вот близки уже к тому пику. Когда надо за минут 5-10 захватить полный контроль на карте. Вообще, чтобы все контролировать. Уже пытаться игру закончить. Хорошо. Нельзя, чтобы игра затянулась еще на минут 20-25. Там все же вот этот Манки Кинг и Оракла, которые уже будут с левелом, с какими-то предметами. Хотя там предметы, я смотрю, у него тут вообще даже близко не идут. Шаман бегает с киноптиком. Философский камень валяется. Вильхиора грамотно играет. Будет перекладывать в зависимости от ситуации. Пока Вильхиора пытается убить. Нажимает все возможные кнопки, но никакой поддержки. Я не вижу активный Марс ворвался. Хорошая арена. Крым. Но продолжить-то как. Фингер Марса. Тут же убили. Лина выходит в Блэкинг Баре. Нажимает Лагуну. Убивает Лишек Нарта. Панч. Лина. Бежать. Арена от Манки Кинга. Из арены выходят абсолютно все. Делают это за одну секунду. Но массовые Блэкинг Бары позволяют избежать проблем. С другой стороны, нет арены Манки Кинга. И в Рошане. На Рошане драться Рашен Дрилл. Бои, что не смогут. Там нет ничего. Не только арены. Ну и понятно, что Элина без Блэкинг Бара. Только Оракл с Ультимейтом. Скан имеется. Шаман появляется. Манки Кинг может по деревьям попрыгать. Манки Кинга только что появился Аганим. Нет. Очень хорошая арена от Марса была по четверым. Конечно, Шторм оттуда улетел. Да, толку. Больше ничего нет. Нечего больше туда дать. Манки Кинг пришел позже. И дал тоже арену. Уже такую, когда все отходили. От нее смысла было не очень много. Но сейчас появление Аганима. Как-то хоть может быть получится у него вносить какой-то урон. Потому что сейчас пока грустно. Я вижу там в драках. Когда его убивали. Там просто он делал два прыжка. Один Бадмонстрайк максимум. И все. То есть весь импакт был от него в драках. Леончик, кстати, в этой драке. Уже был со вторым фингером. И он откатится очень скоро. Там в кулдаун. Кулдаун же не такой неприятный. Алхимик 20 уровень. Получает Клифф. На фарм. На фарм. Опа. Интересная руна. Можно под Боттл сыграть. Но тут выходит Марс. Марс может прыгнуть. А, окей. Марс вообще не видит. Атака на Леона. Глифф от Дайр. Чтобы Рейзер точный на крипа смог прилететь. И Марс убили. Марс убили. Алхимикс ДД. Неплохо бы куда-то еще подвигаться. По Миду, например. Весьма опрометчиво для Russian Drill. Я бы сказал, Марс без особого вижена прилетает. Приходит на Мид. Очень-очень далеко. Даже уже не на своей части карты. А за ней Рейзер с этими тревелами просто прилетает. И ему объясняют, где таверна. Провожают его. Глифф, конечно, потратили. Что не очень приятно. Глифф. Такой этап игры, где хочется сохранять его для других мест. Да, но зато сыграли. Видишь, у них есть еще и Аегис. В принципе, сейчас, я думаю, они уже готовы идти драться и ломать что-то. Есть как раз маки у нас от четырех игроков Империи. Алхимик все это время фармит. Ну, кстати, уже начинает пушить Т2 там достаточно серьезно. Если сейчас кто-то на него не выйдет, он там все это дело закончил. Шамарч по красоте делает. Как раз Глиффа нет. Надо туда перемещаться. Змеечки-то убирать. Они башню не сломают, конечно, но башня на топе серьезно. Имперцев пострадает. То, что надо. Но еще и придется смог разревелить, да, чтобы сломать эти змейки. Потому что ты либо отдаешь тавр, либо ты сейчас на этом смоге идешь, кого ты пытаешься убить. Ну, уже... Нормально, нормально. Для Russian Drill. Отличный мув от Шамарч. И ответный смог. На ворде прямо. Ну, могли предусмотреть такой вариант, что противник все же уже карту контролирует. Он тут бегал и на миде, и на боте. Ну, хорошо. Имперцы знают, что противник может выйти. Не могу сказать, что это кардинально что-то меняет. Сейчас просто бут саппорт и поаккуратнее стоит. Тузбут стоит там на горе. Готовый смог этот развеять. С другой стороны, не совсем понимаю тайминги. Они идут прямо сейчас в Аегис. Да. В Аегис еще 2-2. И алхимика убить один раз, это уже чудо. Ну, а Шторма придется убивать два раза. Один раз убивает легко, второй раз нажимает БКБ и все. С ним уже не поговоришь. И комбинация Monkey King плюс Марс, она не работает, как мы видели, против Шторма. Окей, смог завершен. Так, ну что, будет ли у нас урыв от одной или другой команды. Шторм у нас летает, собирает руны. Что у него? Реген, отлично. Очень приятно для Шторма. Так, ну, есть... Да, и Бесулблейд, следующим артефактом. Все, достаточно. Так, есть арена по Леону. Пригвоздили. Там Рейзера контролируют. Вот это вкуснее. Хорошо. Убили Рейзера, он тут же выкупается. Арена от Monkey King. Шторму летает. Марса убили, ну и арену давать бессмысленно в этого Штормспирита с Аегисом. Это было четко понятно. Да и урона бы не хватило. Хекс на Смолен Найта. И все. Купил себе Алхимик. И Муншард, кстати, хочу заметить момент. Скорость атаки безумная. Подзели им все это вместе. Ну да, если будет башер, там реально герой будет стоять на одной точке. Слушай, Локенбар не помогут. Ну, у нас очередной опять врыв от Марса, казалось бы, Леона. Да, он пригвоздил и все. И больше ничего. Нет какого-то еще урона, чтобы помочь поддержать эту драку на развороте. Опять же в Аегис ты идешь. Плохие тайминги, да. Дождаться, дождаться дропа Аегиса. Там и в Лина МКБ будет урон какой-то появится. Врыв от Штормспирита. Опа, вот это интересно. Штормспирита убивают просто так. Минус Аегис. Может быть. А, ну Хекс там нет, связки нет. То есть только если Лина затаймить, Лина не может затаймить. Там уже стоит Леон, замахивается станом. БКБ прожимает Шторм, спокойно отсюда отходит. Пока Алхимик ломает Т2, а ломает он ее очень быстро. Ну, неплохо для Russian Drill. Аегис Шторм отдал просто так. Нажал был Кингбар. Т2 в любом случае пришлось бы здесь потерять. Окей. Ждем. Манки Кингбар у Лины появится дополнительный урон. Контролируются руны. Выходит Марс. Удар неточный. Активируем смок. Все, хотят, хотят идти. День наступил тем более. И у Шторма еще нет Блокингбара. Об этом знаю. Это очень хороший тайминг для драки. Быстро убить Шторма и там уже как-то подраться с Алхимиком. Палка. Хорошая палка. Неплохо. Марса убить. Пытается быстро. Оракл ультимейт. В этот раз Оракла не контролирует. Арена. Кингбар нарезает. Ну, Смоленойт просто бьет. Ему на все наплевать. Он выходит из арены. Заходит во вторую. Ну, Марс под солнышком. Урона не хватило. Марс живет. Шторм уже в таверне. Шторм выкупается. Летит на аванпост. Вильхиора видно. Вильхиора убивает в Рожпитис. Бьют Змейки Туска. Туск живет. Алхимик грызет Оракла. Оракл не успевает закинуть Фейт Эдикт и задизармить Алхимика. Ну, имперцы потратили байбэк Шторма. Тоже без ресурсов. Да, это, конечно, минус байбэк для Шторма. Но, я думаю, все равно в пользу Империи эта драка. Опять же, ты даешь спейс. Сейчас без двух саппортов никуда не пойдут Russian Drill. Алхимик все это время может спокойно фармить. 29 тысячи надворца у него уже имеется. А мы также напоминаем, что вы можете получить 100% бонус за депозиту, кликнув на баннер под трансляцией от наших друзей из париматча. Ну, имперцы надо чуть поаккуратнее. Я думаю, что несколько таких ошибок, и Russian Drill могут полноценно камбэкнуть. Потому что, ну, все еще есть один Алхимик. Один Алхимик и четыре героя бедных. Бедный Шторм, бедный Рейзер. Ну, и, понятное дело... Хотя вот саппорт, саппорт узко удивляет. У него там реально много. Блинк, медальон должен быть. Рейзер такой, чисто танк. Лотус, это вообще имбас лот здесь против Шамана. Да, отлично. Шаман не может нажать никакие кнопки. Против Оркла тоже. В принципе, достаточно много. И Лина, опять же, много таргет скиллов здесь у Russian Drill. Так, Лина практически имеет уже МКБ. Совсем немножечко остается. Сейчас пару монет. А Манки Кинг выходит тоже в БКБ. Ну, в БКБ, Скади потом все. Купил, купил. Перцы идут. Атака на Лину. Лина получает Хекс. Вортекс. Марс смотрит. Фингер. Лину убили. Лину убили. Она покупает МКБ на оставшиеся деньги. Байбека нет. Лины не будет 80 секунд. Убивают им марсианина. Байбек у него есть, но придется играть без Лины. Шторм по ресурсам все грустно. Ману все потратил. Но зато Алхимик заряжен на максимум. Хекс расставляет ребята здесь варды. Находит опс. И Алхимик начинает под зельем, муншардом, под ультимейтом резать башню. Вот Алхимик они будут очень долго убивать. 3200 хп плюс еще 30 брони. Тяжело с ним. А кому урон вносить? Лины нет. Манки Кинг. Никому мид отдать. Все нормально. Опа. Окей. Решили драться. Амперцы не хотят. Лина-то нет. Лина-то не покупается. Алхимик правда без ультима. Нажимает шторм. Опа. Ой, какой врыв! Как он ворвался! И не нажал же ничего! О-о-о-о-о. Он купил Black King Bar на все деньги и просто не смог нажать этот предмет. Ну я понимаю, в предыдущих драках он залетал, да, ничего не мог дать. Получал какие-то станы дизейбла и проваливалось его нападение. Но сейчас-то у тебя есть БКБ, дружище. Хотя, окей, ладно, что ты идешь один, прыгаешь туда во всех. Ну хотя бы нажми БКБ. Ну что, убивают шамана. Байбека не длинно появляется. Пытаются имперцы трой и трон. Может какие-то байбеки еще посмотреть. Если вдруг есть, выходит Рейзер. Блокимар заканчивается. Ультимейт от Оракл очень вовремя. Последнюю секунду Десайланса успел его нажать, но грызут Марса. Лина. Вышла. Лагуна обе. Литмуска. Литмуска. Если что, может и выкупиться, вернуться для того, чтобы эту игру уже закончить. И Лина снова погибает. Снова без байбека. И это ГГ. Трэшн Дрилл. Все. Покидают они Эпик Лигу. Имперцы проходят дальше. Покидают они Эпик Лигу. Поздравляю имперцев с победой. Заслуженно. Отлично сыграли. Вокруг Алхимика выстроили эту игру. Я не могу сказать, что все остальные персонажи сыграли отлично. Были у Бомбадилы проблемки здесь. Но. Но. Был огромный, жирный, плотный Алхимик. Да, отдавали саппортов. Приносили жертву. Раз в пару минут какого-нибудь Леона закидывали туда на линию, чтобы за ним перетягивались. Помнишь, как они пришли забирать одного Леона вчетвером под арену в начале еще самой игры. И потом еще несколько раз такие ситуации происходили. Алхимик все это время фармил, фармил, фармил. Набрал кучу слотов. И да, некому особо было вносить еще урон. Шторм, в принципе, делал неплохую работу. В работу вырывался периодически в Оракла. Но этого было... Да, я даже не обвинял бы Лайтлеса в последний момент. Я думаю, что он уже не сказать, что особо-то игру как-то мог изменить. Нажал бы он БКБ. Да не факт, что он вообще кого-то там убил. Ну что, мы передаем слово нашим аналитикам. Да, спасибо. Лазар и Лекс, друзья, комментировали для вас эту Best of 3. Удивительно, но факт. Все люди, которых вы сейчас видите в кадре на этой серии, свою работу закончат для вас на сегодня. По крайней мере. Но нам еще надо проанализировать, что здесь произошло. Произошла победа Empire. И произошел вылет Russian Drill с турнира. Закономерный, ожидаемый. Но констатировать факт нам никто не запрещал в любом случае. Так, Форсаж, ты говорил, надо выиграть сложную линию. Выиграть не получилось. Как так? Ну, там же все в пределах разумного. То есть, как ты... По крайней мере, я ее не лузарь. То есть, ну, там Алхимика разочек убили. Вроде бы вышку как маленько подпушили ему. Ну, как бы все не так плохо было. Выиграть тяжелую... Ну, как бы выиграть сложную линию, тройка-четверка, всегда нужно тогда, когда у тебя на кэре, ну, типа, матчап слабее, чем у врага на 3-4. Чтобы твой кэрри потом ушел туда на сложную качаться. А твой хардер с четверки пошли что-то по карте суету наводить. Вот. И, в принципе-то, там можно было пофармить Лайтлессу. Мне бы тут добавилось, что... Не очень хорошие драки, просто лучше вот это за драка такая. Куда? Да, извини, Димон. Да, нормально, нормально. Ты сегодня инсталируешь. Ты готов... Димон на баквокале. Да, в общем, я еще добавлю, что в целом играют лучше имперцы, чем российские дрели. То есть мы понимаем, что там лайнап, пик там был уже чуточку лучше, чем в прошлой игре. И сыграть они могут хорошо. Но мы честны, Russian Drill — это микс. Которые вот собрались, и они просто начинают играть. Имперцы только один день на этом турнире играли реально ужасно. Это, по-моему, вчера было. Те остальные дни они вот играли более-менее. Сейчас они играли так, как они играли на групповой стадии, но они плюс-минус, возможно, там разобрались. Как мы играем? Кто колет? Потому что вчера вот был шок-контент вот с Медузой, особенно когда вот мы хайлайт показали, где просто четыре игрока идут в атаку, а Медуза только там, не знаю, через пять секунд поняла, что нужно идти за ними. Поэтому здесь имперцы молодцы, они собрались. Ну и они лучше ставят линии, лучше жмут кнопщики, лучше перемещаются по карте. Классно забирают булунтойски. То есть они большие молодцы. Поэтому собрались. Это, кстати, круто, когда вот матч на вылет, матч на выживание, они собрались. Я согласен. Они еще, видишь, как интересно поступили. Они же очень любят играть с алхимиком на тройке. Они берут алхимика тройку и либо в Рейс Кинга, либо в Манки Кинга какого-то для своего кэри. А тут Манки Кинга взяли враги, в Рейс Кинга забанили. И они не стали ничего выдумывать, не стали думать, сейчас мы там что-нибудь заберем, все равно алхимика на три, а он придет там против Манки Кинга, она терпится. Они просто взяли и сделали алхимика кэри. Это самое логичное решение в такой ситуации. И добрали Разора, который к Манки Кингу на линию приходит. Ну да, МК, который думает, что сейчас у меня алхимика, он Илл Разора. Прекрасно, прекрасно. Хорошо, что люди не замыкаются в тех идеях, которые им продиктованы мет, и начинают вспоминать такие, казалось бы, очевидные вещи, да? Но у многих они выпадают из головы, когда дело доходит до креатива какого-то. А здесь накреативили и победили 2-0. Империя впечатляет, молодцы. Пока непонятно, кто будет их соперником по второму раунду нижней сетки, но факт остается фактом, туда они прошли. Это значит уже точно не седьмое, восьмое место. Хорошо, но можно лучше. Замена, произведенная, судя по всему, теперь уже нормально. С заменой ребятам играется теперь. Ну им нужно еще пару деньков, чтобы прям притереться. Хорошо бы. Ты же понимаешь, что я не люблю с первого раза, но хотя бы, чтобы там за 3-4 дня уже что-то было. Хорошо бы, хорошо бы, что было это время, но в рамках этого турнира, по крайней мере, его уже ровным счетом нет, потому что следующий матч может стать последним, равно как и все остальные. Идут ребята по нижней сетке у нас сейчас. Russian Drill, седьмое, восьмое место. Шиммера больше на турнире мы не увидим. Селлер на своей короночке. Селлер на короночке, да. Помнишь, я говорил, лучший тренд. Вот это, наверное, лучший Разор. Это лучший Разор. Я, Руси, лучший из лучших. Титул, конечно, престижный. Хорошо. Редко, но метко заходят этот герой, и классно. У нас есть несколько таких на турнире. Бруду некоторые команды очень удачно о нас вспоминали. Ну, есть игроки, которые очень сильны на паре героев. На самом деле, зная, что против них играет Селлер, возможно, Разор остыл и подбань. Потому что он реально очень хорош, но там у него слишком такой маленький пол героев. Ну, а многие герои, они вообще не в мете или ландроид. Вильхиор 1.10. Все тяжело забанить. У него есть и визажи всякие, которыми он там раньше на миде играл. Сейчас же визажа и на тройку тоже можно взять. Почему не? Визаж там каким-то очень сильным казался, как только патч вышел. Ему там порезали то ли шар, то ли аганим. Аганим, наверное, ему порезали. Аганим же, да, ему это давало фишку новую. Аганим ему порезали, но все равно он как бы на третьей позиции может использоваться. Просто здесь же Разора взяли исключительно потому, что надо МК законтрить. И, возможно, Russian Drill стоило бы подумать о том, чтобы МК поставить на центр. Они же шторма увидели и закрыли его линой, правильно? А об МК не подумали. Уж против шторма Monkey King может простоять. Раньше это вообще контроль считалось. Сейчас, я думаю, хотя бы 50 на 50 он сможет выстоять свою линию. И взять что-то на кэрре хорошее, что вот может линию эту более уверенно выстоять. Может быть, так было бы лучше. Ну, не захотели, не стали. Вот получилось, что получилось. Как быть игрокам состава Russian Drill по итогам серии? Есть смысл вместе? Чего поиграют, еще, может быть, там, помиксуются. Дальше там вряд ли, я думаю, что не станут играть. Но они же такие, как ребята. Они же будут искать свободный агент. Они найдут кого-то, может быть, более удачного. Это же всегда все волнами идет. Скилл у игроков не растет как-то по каким-то там линиям. Он всегда очень такой, да, волнами. Да, у нас, друзья, в гостях Союж пришел к нам отпраздновать победу в этой серии вместе с нами. И прекрасно, что Олег решил разделить эту радость с нашим эфиром. Олег, привет. Привет, привет. Слушай, как сам скажешь, со стороны показалось, что очень хорошая игра с вашей стороны. Было приятно за этим смотреть. А по ощущениям изнутри, так сказать? Игра была хорошая, но могли сыграть немного лучше, допускать меньше ошибок. То есть могли сыграть лучше, это точно. О каких ошибках речь, если какая-то конкретика у тебя есть? Что где конкретно и так сделали? Перемещение по карте, разделение, фарма. Вот такие ошибки. То есть где-то мы стакали из два кора. С фармом проблемы были на первой или на второй карте? На второй казалось, что Шторм в один момент не может денег дополучить где-то. На первой вроде как в порядке все было. Первую карту я точно не вспомню. Я сейчас точно говорю именно про вторую, а про первую карту я не вспомню, что там точно было. Это именно про вторую карту. Окей, я понял. Коллеги, есть у вас вопросы какие-то по этой серии? Селлер на Розоре красавчик? Селлер лучший игрок на Розоре, которого я видел на Розоре. Лучший из лучших. Селлер хороший. Морсаж. Ну, не знаю, мне в принципе-то нечего спросить особо. Единственное, что меня про Тринта интересует. Как вообще... Люди вообще знают, что у него ульт сейчас в Блэкхолл Энигмы сбивает. Просто Селлер ни разу в такую ситуацию не попал. И непонятно, вот раньше, вот как раз у нас, типа, Лекс комментировал, он говорил, что раньше, вот когда Энигме тяжело дать Блэкхолл, там делают пайпы, Кримсоны, там, Гривзы и так далее. А здесь Селлер в такой билд выходил исключительно на Блэкхолла, хотя играл против Рубика Тринта, но как бы хорошо, что все хорошо закончилось. Очень хорошо. Вот, ну, раз ты говоришь, что знал, значит, все было под контролем. Ну, в общем, вообще, как это было, после того, как пикнулась Энигма и пикнулся Тринт, то Селлер не знал, что ульт сбивает Блэкхолл, но ему подсказали игроки, и он узнал. То есть, вот так. Ну, то есть, Селлер лучший игрок на Разоре, но на Энигме еще есть куда расти, получается. Окей. Согласен. Супер. Олег, спасибо большое за то, что пришел к нам на трансляцию, и удачи в следующем раунде. Спасибо, пока. Пока-пока. Вот такие дела, друзья. Нам, кстати, с вами еще надо самого полезного игрока этой серии выбрать. Я выбрал. Кого? Селлер. Селлер? Да. Форсаж. Ты как? Ну, я за Бомбадил, наверное, проголосую, потому что на вторую карту... Мне кажется, Имперс, они там все как бы неплохо сыграли, и, в общем-то, и на первую все неплохо сыграли, но я повторюсь, что если бы Бомбадил на Квапе сыграл бы просто чуть хуже, чем он сыграл в действительности, возможно, мы бы сейчас смотрели бы третью. Принимайте решение, Дмитрий. Да, принимаю решение в пользу Селлера в этот раз. Ладно. Увы и ах, нечетное количество людей в кадре, оно вот обязывает иногда брать ответственность на себя, но я с гордостью готов взять на себя эту ношу. Друзья, мы определили MVP этой серии, и определим еще два в течение этого игрового дня, а вы, в свою очередь, в сообществе Epicenter ВКонтакте, в официальном сообществе, конечно же, по итогам дня сможете определить самого полезного игрока этих прошедших суток. По итогам турнира будет составлен список игроков, за которых вы голосовали, и среди них уже вы, опять же, будете выбирать MVP всего турнира, который получит подарки от организаторов турнира Epic Sports Events. Force и Light of Heaven заканчиваю для вас на сегодня свою работу, равно как и я, меня зовут Дима, not in my house. Статистику этого матча вы найдете на Cybersport.ru, а на своих экранах спустя где-то примерно 40 минут вы найдете следующую Best of 3 серию, на этот раз уже игру первого дивизиона. Не выключайте.